Добрый день, коллеги! Сегодня мы с вами говорим об электронных формах учебников и о демонстрации и оценке новых образовательных возможностей электронных форм учебников. Вначале говорим о нормативной базе, потом смотрим структуру электронных форм учебников, после этого как использовать и где приобрести электронные формы учебника, ну и завершим нашу работу небольшого семинара методического аспекта, как использовать в позиции САНПИНов электронные формы учебника. Если говорить о нормативной стороне, то в первую очередь это закон об образовании, статья 18, с 1 января 2015 года, вы видите текст этой статьи у вас на экране, в каждой библиотеке может существовать три модели использования вообще учебного фонда, учебной литературы. Первая модель, которая нам всем известна, мы и мы ею пользуемся и сейчас, это модель, где использованный и библиотечный фонд укомплектован только печатными учебными изданиями. Но обратите внимание, что сейчас формулировки в статье 18 появилось еще и или электронными учебными изданиями. Что это значит? То, что сейчас имеется такая возможность использовать еще и вторую модель, только электронные учебные издания, или микс, интеграцию печатной и электронных учебных изданий. Таким образом, в каждой образовательной организации и учителя, и родители, и дети могут выбрать ту или иную модель работы с учебником. Иногда может получиться так, что дети в старшем звене при выборе, например, устных предметов определяется, что им интересно работать только с электронным учебным изданиями. Или, например, и с электронным, и печатным. Следовательно, в любом случае нужно понимать и знать структуру электронных форм учебников, понимать оснащение ресурсов, которые имеются в электронных формах учебников, ну и, естественно, как методически правильно, в соответствии со всеми требованиями современными, в том числе и с анпинами, использовать эти ресурсы. В начале хотелось бы еще обратить внимание на один нормативный документ. Это то, что все электронные формы учебника прошли экспертизу. И на сегодняшний день те учебники, которые есть в федеральном перечне, имеют электронную форму. Это приказ 1559. И обратите внимание на структуру педагогической экспертизы. То есть было две экспертизы, педагогическая и общественная. И именно эта экспертиза дала четкую и жесткую структуру электронных форм учебникам. Во-первых, педагогическая экспертиза электронной формы учебника. Первый пункт – это содержание структуры и художественное оформление электронной и печатной форм учебника должны соответствовать друг другу. Если мы с вами сейчас зайдем и посмотрим структуру именно по соответствию, например, это общество знаний, учебник пятого класса, мы видим обложку точно такую же, как и в печатной форме. Мы видим автор от Хралькова, видим класс. То есть важно понимать, что по структуре учебник в электронной форме не должен отличаться. И если вы обратите внимание, то и по содержанию оно будет полностью соответствовать печатной форме. И постранично. Для чего это необходимо? В первую очередь это необходимо с той позиции, если мы говорим о том, что пришли у нас часть ребят с какими-то гаджетами, например, планшетными компьютерами или с нетбуками, а часть работает печатная форма. Если мы говорим, что нам необходимо открыть, например, страницу 110, параграф 9 в законах спасения, то в любом случае каждый ребенок должен открыть эту страницу, а никакой не другой. Поэтому вот это первое требование по электронным формам учебника. Следующее требование это, конечно же, электронная форма учебника в полном объеме содержит иллюстрации с учетом их адаптации и изменения композиции в электронную форму. То есть если говорить еще о принципиальном отличии, то в первую очередь мы говорим о том, что когда задействуются различные возможности работы с репродукциями картин, или это будут иллюстрации современные, то у ребенка есть возможность просмотреть те или иные иллюстрации в полном объеме на увеличенном экране. Следующее требование к структуре электронной формы учебника, одно из ключевых требований. Эта электронная форма учебника должна содержать педагогически целесообразное для усвоения материала количество мультимедийных и или интерактивных элементов. Таким образом, что мы относим к мультимедийным ресурсам? Все мы составляем презентации и в любом случае мы знакомы, что к мультимедиу относятся аудиоресурсы, видеоресурсы, различные галереи изображений, видеоролики и так далее, в том числе и презентации, и анимационные ролики. Если мы говорим об интерактивных элементах, то в первую очередь это, конечно же, тесты для контроля и самоконтроля, интерактивные карты, различные интерактивные инструменты для того, чтобы выполнять те или иные действия, тренажеры, лабораторные работы и экспериментальное оборудование. Таким образом, очень часто спрашивают, в чем же принципиальное отличие электронной формы учебника от просто версии PDF или сканированной версии учебника. Учебник в электронной форме содержит мультимедийные и интерактивные ресурсы. Ключевая здесь позиция педагогически целесообразная. С какой позиции педагогически целесообразная? Ну, во-первых, у нас есть требования САНПИН, которые обновлены 2 января 2016 года, и мы их сегодня посмотрим. И, соответственно, с требованиями методическими по отношению к уроку мы уже вкрапили в учебники те или иные ресурсы, которые позволят педагогически и методически выверенно использовать электронные формы учебника на уроке. Ну и, безусловно, в любой структуре электронной формы учебника должны быть средства для контроля и самоконтроля. Это тестовый материал по темам, который позволит на каждом уроке обеспечить ребенку еще и возможность развивать и формировать навыки самоконтроля, а для учителя контролировать тот материал, который прошли ребят. Это экспертиза педагогическая. То есть, если говорить в этом направлении, в чем принципиальная особенность электронной формы учебника, то еще раз я напоминаю, что это иллюстрации, адаптированные к электронным формам, это мультимедийные и интерактивные элементы, которые расширяют пространство печатной формы и средства для контроля и самоконтроля. Следующая экспертиза – это экспертиза общественная. Здесь тоже есть ряд требований, которые должны соблюдаться при разработке и проведении экспертизы электронной формы учебника. Во-первых, электронная форма учебника должна быть предоставлена во всех общедоступных форматах, которые на сегодняшний день имеются, и работать на трех и более операционных системах. То есть, вне зависимости от того, какой у вас компьютер, с какой операционной системой, это может быть Windows, Android или iOS, на любой из этих операционных систем разворачивается электронная форма учебника. Еще очень важный элемент, который, ну, на нужном обратить внимание, это электронная форма учебника функционирует, работает на устройствах без подключения к сети интернет. Но здесь сразу хочется отметить, когда мы перейдем к тому, как начать работу с электронной формы учебника, то мы определим, что для того, чтобы загрузить электронную форму учебника, для того, чтобы загрузить приложение, которое будет разворачивать электронную форму учебника, в этот момент будет нужен единожды интернет. А вот когда мы уже загрузили приложение, когда мы загрузили учебники, соответственно, конечно же, как таковой интернет уже будет уменожен. И в любой электронной форме учебника должна быть интерактивная панель управления контентом. То есть это возможно сделать заметки, закладки, переходить к интерактивному содержанию на любую страницу. Таким образом, определена жесткая структура, что такое электронная форма учебника. В соответствии с этой структурой, все учебники проходили экспертизу, и сейчас учебники общества знания, биологии, английского языка, издательства Академии книги имеются в федеральном перечне. Предлагаю вначале посмотреть по структуре электронной формы учебника, как она устроена и как работать с электронной формой учебника. Во-первых, для того, чтобы начать работу с электронной формой учебника, нам необходимо загрузить приложение Акбукс. Специально разработанное, загруженное приложение, которое позволяет вам начать работу. Например, мы видим ярлычок, вот я его в центр рабочего стола сейчас установила. Вы видите, что приложение Акбукс – это приложение, где написано Академия книга. Для того, чтобы это приложение установилось на рабочий компьютер, необходимо вначале зайти на сайт шоп Акбукс. То есть мы заходим на сайт шопакбукс.ру, и мы видим, что здесь есть раздел «Приложение». Мы открываем это приложение, и вы видите, что у вас появляется возможность загрузить на компьютер базовую версию приложения Акбукс абсолютно бесплатно. Вы выбираете, на какой операционной системе вы будете работать с учебниками. Например, это может быть Windows в данном случае или Android. Если у вас яблочные продукты, вы можете написать нам в службу технической поддержки. Вы видите телефоны, есть электронная почта, и вам вышлют приложение Акбукс для Apple. Далее вы загружаете файл и устанавливаете приложение на свой компьютер, или на школьный, или на рабочий, в зависимости, где вы будете работать. И только после этого вы можете открыть приложение Акбукс и начать работу с тем или иным учебником. Еще что хочется отметить. Для того, чтобы начать работу с электронной формой учебника, вначале необходимо загрузить. Вот вы видите, что учебники 5-7 классов уже загружены. Я могу их удалить, например, для обновления контента и снова установить. А учебник 8 класса еще не загружен. Для того, чтобы начать работу, необходимо нажать кнопочку «Загрузить». Нажимаем кнопку, вы видите, что идет загрузка. И только после того, как у вас появляется кнопка «Открыть учебник», вы можете начать с ним работу. Вот на процедуру, когда вы загружаете приложение Акбукс, когда вы загружаете в приложение Акбукс учебники, интернет необходим. Но как только вы все эти действия совершили, интернет вам уже будет не нужен. Вы можете спокойно использовать на этом компьютере без подключения к сети интернет учебники. Итак, вот это начало работы для того, чтобы использовать электронную форму учебника. Далее, по структуре мы с вами посмотрели нормативные документы приказа 1559. Предлагаю посмотреть на практике, из каких элементов состоит электронная форма учебника. Мы уже с вами сказали, что визуально соответствие должно быть в печатной форме, потому что если дети пришли, кто-то с печатной формы, кто-то с электронной, в любом случае мы должны понимать, на какой странице мы работаем, с какой таблицей или с какой иллюстрацией мы работаем. Но, естественно, будут особенности электронной формы учебника в системе навигации. Это условное обозначение. Мы видим, что условное обозначение позволяет ребенку на странице ориентироваться, с какими ресурсами я работаю. Ну, например, есть интерактивная кнопка, кнопка перехода к интерактивному ресурсу, мультимедийному ресурсу, увеличение изображения и индикатор перехода между изображениями в галерее. То есть, когда мы видим значок интерактива, он будет стоять на белых полях. Слева у нас расположена интерактивная панель управления. Какие здесь основные кнопки? Кнопка домик. Она обозначает, что у меня есть возможность вернуться, например, ко всему перечню учебников. У меня, например, общество знания, например, если я веду не только в 5-х, но и в 6-х, 7-х классах все эти. Учебники будут загружены у меня в приложении AdWords. Интерактивная кнопка интерактивного содержания. Позволяет выйти на любой параграф и на любую страницу, которая вам необходима. Следующая кнопка – это возможность сделать закладки. Звездочка. Ну, например, мне необходимо на той или иной странице сделать закладку. Я нажимаю на звездочку и дальше возвращаюсь к этой странице для того, чтобы поработать. И вы видите, что точно так же я могу убрать, например, эту звездочку, и я сниму эту закладку на странице. Помимо этого, у меня есть возможность делать комментарии, записи на той или иной странице или отвечать на систему вопросов. Это опция заметки. То есть я могу выполнить те или иные заметки, сохранить, и дальше в течение дня или работы, или в течение, например, четверти, пока я работаю, я к этим заметкам могу возвращаться. Таким образом, интерактивная панель управления позволяет, если это работает ребенок или вы работаете вместе, например, во фронтальной модели, каждому из вас использовать ее эффективно. Говоря о структуре и работе с ресурсами, в чем принципиальное отличие? Мы с вами посмотрели нормативные документы, экспертизы общественной и педагогической. Предлагаю сейчас посмотреть, как устроены эти элементы. Например, если мы говорим о работе с мультимедийными ресурсами, то практически в каждой теме встроены мультимедийные ресурсы. Это могут быть галереи изображений, это могут быть аудио- или видеоресурсы, которые позволяют расширить пространство печатной формы. Но обратите внимание, это не просто ресурсы, которые расположены в конце учебника, и учитель сам определяет, где, в какой этап я буду его использовать. Принципиальное отличие учебников общества знания, например, точно так же это будет и биология английского языка, в том, что именно к тому вопросу, который заложен в печатной форме учебника, расположены и мультимедийные ресурсы. Ну, например, задание вопрос для обсуждения. В сказке английского писателя Киплинга Маугли и его герой, мальчик воспитанник дикими животными, и выросший среди них, обращаясь к ним, говорит, мы с вами одной крови, вы и я, раскройте смысл этих слов, как вы их понимаете. Обратите внимание, что в печатной форме нам необходимо было бы самостоятельно находить какой-то видеоролик или мультфильм по этой позиции. А сейчас у нас есть возможность автоматически включить видео и после этого провести обсуждение. Например, Такая система работы выстроена по отношению ко всему учебнику. То есть у нас есть возможность обсуждать те вопросы, на которые необходим видео, аудио ряд или галерея изображений, использовать эти мультимедийные ресурсы. Ну, например, что относится к галереи изображений. То есть, когда мы изучаем Библию, и нам нужно необходимо ответить на ряд вопросов, связанных именно как был создан мир, у нас есть возможности, подобранные в галереи изображений библейские сюжеты в живописи. Это некие культурные образцы, которые раньше чаще всего мы искали в интернете, чтобы как-то украсить, разнообразить урок, показать ребенку возможности, как изображались эти библейские сюжеты. Теперь они встроены в галереи изображений в учебник, и у меня есть возможность, переключаясь с одной репродукцией к другой, показать обучающимся все сюжеты. На примере этой системы заданий. И обратите внимание, я сделала на примере несколько вкладок, и мы видим, что практически в каждой теме, вот параграф 2, у нас будут встроены аудио, видеоряд, галереи изображений, ну, например, о родстве животных. Давайте познакомимся с тем, как наука объясняет, почему человек живет сообществами. То есть тема сообщества одна из сложных в обществе знаний для понимания ребенка в пятом классе, поэтому видеоряд позволит расширить пространство устных вопросов. Например. Муравей или коллег живет в самом сложно организованном сообществе. Это суперорганизм, где все подчинено единой целью. Сообщество муравьев. Эти муравьи настолько хорошо организованы, что предсказать угрозу, как оказалось. Таким образом, если мы говорим о том, какие есть возможности в электронной форме учебника, то в первую очередь, это возможность заменить наши презентации на ресурсы, легитимные ресурсы, качественные ресурсы, которые же встроены в электронные формы учебника. Пожалуйста, еще галереи изображений. Ну и, конечно же, если мы говорим о структуре электронной формы учебника, то нельзя обойтись без тестов для контроля и самоконтроля. В конце учебника каждого класса будут выстроены по параграфам, то есть по темам, тестовые материалы разного уровня сложности. Есть уровень по отношению, если к ЕГЭ, ну, скажем так, уровень «Выбери один правильный ответ» или вы видите уровень «Найди соответствие», где мне необходимо соотнести правильные ответы. Как устроен тестовый материал? Ну, во-первых, на каждую тему от одного и чем старше до десяти тестов, где ребенок самостоятельно может проверить, как он усвоил тот или иной параграф. Сама система работы построена таким образом, что автоматическая проверка, которая осуществляется, в данном случае имеет отсроченный вариант. То есть мы вначале, если используем это фронтально при обсуждении, можем обсудить это с ребятами, а только потом проверить, правильно мы выполнили это задание или нет. Ну, например, попробуем вместе выполнить задание. Верны ли следующее утверждение? Ученый называет человека биосоциальным существом, субъектом культуры, или ученый называет человека биологическим существом, объектом культуры. Ну, например, мы выбрали «Верно только А», и мы сразу же можем проверить этот шаг. Или мы вначале идем к следующему вопросу. Вот, например, палеонтологи назвали одного из наших самых древних предков Homo sapiens, потому что он умел что делать. То есть мы, например, выбираем один из ответов. То есть заполнять можно по вопросам вначале все самостоятельно, то есть все обсудили, но мы еще не видим правильного ответа. То есть отсроченный тип проверки удобен тем, что учитель может использовать такой тестовый материал не только для индивидуальной работы для самоконтроля детей, но и во фронтальной работе, например, на этапе закрепления. Потому что мы не видим сразу, насколько правильно или неправильно выполнили те и задания. Ну, вот, например, мы прочитали пять вопросов, заполнили таблицу с пятью ответами, и только после этого, когда мы все обсуждения, здесь, конечно же, можно организовать коллективную, групповую, парную работу, после этого мы нажимаем кнопку «Проверить». И мы видим, на каком этапе мы ошиблись. Например, это в параграфе первом вопрос пятый, согласно Библии, человек был создан Богом. То есть раньше, одномоментно, мы видим, что это ошибка, исправляем ошибку. Ошибка показывается красным цветом, правильный ответ обводит эту ячейку в зеленый цвет. Таким образом, мы видим, что мы исправили эту ошибку, и вся наша система проверки, все задания их было опять выполнены верно. И таких тестов в каждом учебнике, вернее, и в каждой части темы будет достаточное количество. Я пролистываю каждый параграф, я вернусь к интерактивному содержанию, вы видите, что здесь 15 параграфов, то есть здесь будет тестовый материал для 15 параграфов, и в каждом параграфе не менее 4-5 вопросов разного уровня сложности. Это по структуре электронной формы учебника. Если мы посмотрим, например, учебник 9 класса, то вы увидите, что структура будет точно такая же. Это интерактивное содержание, мы видим, слева находится интерактивная панель управления. Мы точно так же можем зайти на страницу, пролистать ее, и в каждой теме будут подобраны видеоролики галереи изображений. Ну, например, в данном случае, кто такой политический лидер? Реформация – это своего рода технический термин, который означает отдельный... Что такое реформация? Ну и, конечно же, это тестовый материал. То есть в каждом классе, по каждому параграфу будет разработана система тестового материала. Но вы видите, что если в пятом классе это 4-5 вопросов, иногда чуть более, то в девятом классе тестовый материал по каждой теме, это уже более 6-ти, ну и так далее, вопросов. То есть сама система тестового материала тоже будет построена таким образом, что мы можем использовать как для индивидуальной работы, точно так же мы можем использовать и для фронтальной коллективной работы, когда мы подводим итог закрепления, итог урока, или на следующем уроке как некая актуализация или проверка знаний. Тип проверки чаще всего отсроченный, и мы видим, что если мы выполняем неверно, то закрашивается в красный цвет. Если мы выполняем верно тестовый материал, появляется зеленая рама. Это по структуре учебника. Точно так же устроены учебники, если мы приведем примеры по биологии. Вы видите обложку. Например, мы можем посмотреть различные ресурсы. У нас есть такая возможность, пожалуйста, тоже видеоресурсы. Точно так же у обучающихся будет возможность помимо видеоресурсов еще и посмотреть увеличенные изображения тех объектов, которые представлены в печатной форме. Сейчас есть возможность посмотреть те же самые объекты в увеличенном варианте. Ну и тестовый материал. То есть по структуре, если мы говорим электронная форма учебника, вне зависимости от общества знания, биологии или английский язык, по структуре это будет точно так же. Тестовый материал по каждой теме. Вы видите, есть вопросы и есть система заданий, которые необходимо выполнить обучающимся. Таким образом, если мы говорим о структуре электронной формы учебника, то она достаточно проста, легко усвоить работу с электронной формой учебника. И на сегодняшний день, если мы говорим об использовании на уроке электронной формы учебника, то в первую очередь, коллеги, безусловно, это модель интеграции печатной и электронной формы учебника на уроке. Почему в первую очередь? Это, конечно же, в соответствии с требованиями СанПин. Ну и безусловно, на сегодняшний день, наверное, нет и материальной возможности иметь каждому ребенку свой гаджет. Поэтому очень часто учителя основной школы, не только начальной школы, уже начали работать с электронными формами учебника, заменяя свои презентации к уроку на ресурсы, которые уже расположены в электронной форме учебника. Как приобрести и как начать использовать электронную форму учебника? Давайте еще раз посмотрим. Для того, чтобы посмотреть еще раз учебники в электронной форме, у вас есть возможность, во-первых, зайти в наш каталог на сайте shop.org.ru, вы видите его в строке браузера. Далее выбрать тот предмет, который вас интересует. Здесь есть и начальная школа, и основная школа. По основной школе у нас три предмета. Это общество знания, биология и английский. Например, нам необходимо посмотреть общество знания. У вас есть возможность вначале посмотреть те странички, которые... и как можно работать с электронной формой. Вот, например, мы с вами видели галереи изображений. Далее, если мне необходим, например, этот учебник, я могу отправить в корзину, после этого оформить заказ. При оформлении заказа вы выбираете, как вы будете оплачивать. Оплачивать можно банковской карте, наличными через терминал, через Сбербанк онлайн. Нажимаете кнопку «Оплатить». Для этого вам еще необходимо пройти регистрацию, то есть зарегистрироваться, открыть свой профиль. Далее вы заходите в свой профиль, и в заказах у вас будут те или иные учебники или пособия, которые вы выбрали. После этого вы можете активировать себе этот учебник или передать эту книгу другому пользователю. Например, если вы хотите передать ребенку, или вам библиотека. Есть сертификат, и как только вы передаете книгу другому пользователю, у вас будет возможность передать для работы то или иное пособие. Таким образом, это достаточно быстро, не надо ничего ждать, как только вы оплатили, сразу же в вашем профиле появляется та или иная книга или тот или иной учебник. Если, например, возникли какие-то трудности, есть инструкция, вы можете посмотреть видеоинструкцию, как скачать учебник. Огромная поддержка у нас есть и на канале YouTube, и в соцсетях, где есть и новости, как работают коллеги по всей стране с электронными формами учебника, и вебинары, которые позволяют посмотреть методические аспекты работы. Так, например, если мы зайдем в раздел поддержки, вы увидите, что у нас есть расписание ежемесячное по вебинарам, как по основной школе, так и по начальному, и точно так же записи вебинаров. Записи вебинаров с апреля прошлого года в начале была апробация, сейчас уже использование электронных форм учебников. Помимо этого, мы собираем банк видеоуроков, и, например, в пятом классе у нас есть учителя, которые начали уже работать с электронными формами учебника, и присылают нам видео для учителей, кто начал использовать электронные формы учебника в режиме работы на уроке. Во-первых, мы помещаем все их видео, если присылают на наш сайт, в банк уроков, во-вторых, мы высылаем сертификаты учителя или педагога-исследователя по обмене опытом в рамках использования электронных форм учебника. То есть можно посмотреть видео. Например, на уроке биологии, как используется учебник. То есть у вас есть такая тоже возможность на нашем сайте ShopUpBooks, вы можете зайти. Но, безусловно, в любом случае нас интересует вопрос, как же подготовиться к уроку, когда я решил использовать электронные формы учебника. Есть основные пять шагов, которые позволяют вам начать работу с электронной формы учебника, при условии, что она у вас уже загружена на ваш компьютер. Ну, во-первых, первое, необходимо определить модель использования электронной формы учебника на урок. Вот мы выделяем формы работы пять. Это может быть индивидуальная работа. Мобильные классы вы только что в видео видели, что когда у каждого ребенка есть свой нетбук, ноутбук, планшет, мы начинаем работать, и у каждого ребенка на его устройстве загружен учебник. Это может быть смешанная модель, когда у нас не на всех, например, ребят есть и нетбуки, ноутбуки, только, например, для работы в группах, и интерактивная доска. И мы параллельно можем работать, что-то делать на ноутбуках, например, тестовый материал, а видео, аудио, галереи, изображения для обсуждения мы будем выносить на экран. Самая популярная модель, которая на сегодняшний день имеется, это фронтальная модель. Используется только та мультимедийная система, которая есть у учителя за его рабочим местом. Иногда используется дистанционная модель для болеющих детей. И в скайпе у ребенка есть возможность работать самостоятельно, но в скайпе обсуждать, участвовать в обсуждении. Итак, первое, мы определяем модель. В какой модели мы будем использовать электронную форму учебника. Следующая позиция, это тип издания. Но в данном случае мы с вами увидели только учебник, поэтому на сайте Shop of Books вы определяете, например, что вы будете работать только с учебниками. Но вот для начальной школы и для английского языка мы разрабатываем не только учебники электронные, но и электронные тетради. Есть различные тренажеры, то же самое. Планируем работать над этим и в основной школе. Но сегодня у вас есть уже возможность прямо вот с этого дня использовать ресурсы электронной формы учебника. Определяем модель. Далее определяем, каково же будет ресурсное оснащение урока. Во-первых, это мультимедийные ресурсы. Мы только что с вами посмотрели. Это могут аудиозаписи, видеофрагменты, галереи изображений, интерактивные ресурсы. Интерактивная панель управления контентом тоже может выступить определенным ресурсом. Например, самостоятельно найти, сделать записи, написать итог и так далее. Ну и, конечно же, тесты для контроля и самоконтроля. Что здесь важно понимать? Что если у меня в учебнике иллюстрация достаточно увеличенная в печатной форме, то ее бессмысленно выводить на доску. То есть вот это важно понимать преимущество использования электронной формы учебника. Ну и, естественно, давайте посмотрим Санфины от 2 января 2016 года. Если у нас мобильный класс, и мы предлагаем ребятам поработать с компьютером, то вы видите, что в течение рабочего дня для 5-6 классов это не более 30 минут. Ну, представим, что, допустим, это 5 уроков, например, в 5 классе, то сосчитайте, что это не более 5, ну, иногда 7 минут можно использовать на одном уроке. В 7-11 классах не более 35 минут. Работа с интерактивной доской. Что здесь и на что здесь стоит обратить внимание? Во-первых, вы видите, что непрерывная работа в 5-11 классах 10 минут. Что значит непрерывная? Мы обращаем внимание на экран, мы работаем с экраном, и непрерывно вот такой деятельности всего 10 минут. Суммарно можно использовать, ну, в 3-4 и далее классов не более 30-35 минут. При этом необходимо физкульт-минутки включать, плотность урока должна быть 60-80% и, конечно же, тренировка для глаз. Следующий шаг, шаг номер 4. Я должен для себя определить, как педагог, на каком этапе эффективнее использовать в соответствии с антинами ту или иную форму. Ну, во-первых, это может быть, например, если это мультимедийные ресурсы, то чаще всего мы их используем на этапе изучения нового знания или открытия нового знания. А если мы используем тренажеры, то мы их используем, конечно же, на этапе закрепления. Поэтому обратите внимание, при интеграции электронных и печатных форм у вас, например, на экране интерактивной доски могут быть раскрыты, например, мультимедийные ресурсы. А, например, если есть планшеты, ноутбуки, то вы это можете использовать для индивидуальной работы, как самоконтроль. Ну и, конечно же, очень важно понимать аспектный анализ, то есть эффективно ли было использование того или иного ресурса на уроке. Ну, во-первых, для этого нужно понимать, на каком этапе урока, а иногда очень часто не на только этапе, а в конкретном задании, в структуре задания, как обратная связь используется. Далее определяем название ресурса, мультимедийные или интерактивные, которые мы используем. После этого определяем преимущества. Что очень важно понимать. Преимущества – это возможности электронной формы. Если мы просто откроем страницу учебника, например, и будем обсуждать и читать прямо с экрана части параграфа, это бессмысленно. Преимущество – это когда в печатной форме этого ресурса нет, с появлением электронной формы у меня появилась такая возможность. И, естественно, эффективность использования ресурса – это тоже очень важный аспект. Мы не просто смотрим видео для того, чтобы украсить урок. Мы должны еще и получить некую обратную связь от каждого ребенка. То есть, эффективно ли было использование видео. Иногда очень часто на уроках видео посмотрели, а не поработали с содержанием этого видео. Ролики, как правило, от двух до трех минут, поэтому в любом случае, помимо той информации, которая будет заложена как в печатной форме, так и в электронном видео, будет все равно расширение пространства. И работать с видео необходимо как с дополнительным ресурсом. Таким образом, для того, чтобы начать работу с электронной формы учебника, подводим итог. Первое, что необходимо сделать – загрузить в переложение Акбукс, далее загрузить учебники и начать с ними работу. Методические аспекты урока мы посмотрели. Если нет такой возможности уже сегодня, уже сейчас начать работу именно с нашими учебниками, ну, например, захотелось бы познакомиться поподробнее. У вас есть возможность загрузить демоверсию. Это абсолютно бесплатно. Вы нажимаете на сайте Shop of Books в разделе «Каталог». Вы нажимаете значок «Загрузить демоверсию». Далее вы выбираете тот предмет, который вас интересует, ну, например, общество знания. Выбираете класс, который вас интересует и нажимаете «Загрузить файлы». И на вашем компьютере в каждом учебнике по одной большой теме будет возможность посмотреть, как устроен учебник в электронной форме и как его можно использовать на урок. Это основные вопросы, которые мы сегодня с вами рассматривали. Ну, если, коллеги, вопросов нет, всем огромное спасибо, всем успехов. До свидания.